Алла Юганова является не только актрисой театра и кино в России, но и также певицей. Артистка считается достаточно востребованной, может спокойно перевоплощаться в кадре в разные образы. При этом эта знаменитость делает все возможное, чтобы лишнюю минутку уделить помимо своего музыкального проекта еще и близким людям. Она поет в одной интересной группе под названием «Девушкин сон». Маленькая Алла появилась на свет в 1982 году. Произошло это в столице. В их семье был еще один ребенок, маленькая Света. Правда в семье звезды никто не был связан со сферой киноиндустрии. Но мама, которая являлась учительницей музыки, поспособствовала тому, чтобы у девочки тоже развились некоторые таланты. Например, способности к актерскому мастерству. Маленькая Алла прилежно училась в школе, но и большое количество времени проводила в одной студии. В детстве маленькая Алла сильно комплексовала по поводу своих веснушек, а также рыжих волос. Ей не нравилось собственная внешность. Поэтому в основном она готова была перевоплотиться максимум в бабу-ягу. Правда однажды в студии приболела одна девочка, которая должна была играть Снегурочку. И эта роль досталась Югановой. Когда девочка вышла на сцену, услышала как мальчики ей восхищаются. С того времени она делала все возможное, чтобы выглядеть лучше. Например, выбирала только красивые наряды. Одно время ее даже прозвали Барби. Юганова отучилась в старших классах экстерном за полгода. Потом поступила в Щепку. Это ей далось совершенно без проблем. Дебютировала актриса, когда еще училась на втором курсе. Тогда ей дали сыграть Белочку. Это происходило в Малом Академическом театре. Играли сказку о царе Салтане. Через какое-то время ей также очень понравилось играть Герду в постановке для детей Снежная Королева. Как только девушка окончила второй курс, ее уже воспринимали в качестве полноценной актрисы. В основном она играла в Ленкоме. Например, ее популярной работой стала постановка под названием Роман в письмах. Также Аллу однажды решили пригласить в одну прекрасную труппу квартет И. А вот в так называемом Театре нации с участием этой актрисы была постановка Роман без ремарок. А также спектакль под названием Стеклянный зверинец. Однако наибольшую популярность ей принесли следующие работы. Юнона и Авось, Чайка. После смерти худрука Ленкома актерам этого театра пришлось тяжело. Актриса предпочитала работать не только в театре. Когда она училась еще на третьем курсе, ее пригласили сыграть в одном фильме турецкого режиссера. А вот своей самой серьезной работой на телевидении артистка считает телевизионный сериал с красивым названием Сибирочка. Правда, ей предстояло показывать трюки с хищниками. Однажды вышла проблема. Дело в том, что девушка практически уронила обруч, который горел. Это очень напугало одного леопарда. В данный эпизод вошел фильм. Она играла не только миловидных красавиц, но и роковых дам, например, в ленте Близнецы. Ее работами также стали убийство на троих, сторож, тариф на любовь. В последнем фильме она начала тонуть, и ее пришлось вытаскивать из воды. Актриса совершенно не умела плавать. Музыка дает артистке возможность получать энергию для своего развития и творчества, дарит некоторые новые эмоции и впечатления. Есть такой интересный композитор Андрей Чертищев, и ему артистку посоветовали в качестве вокалистки для группы Девушкины сны. Он согласился взять девушку в группу. Также она выпустила несколько альбомов Инопланетянка и Быстрые сны. У них есть еще один альбом, Байконур. Актриса была замужем. Про него известно только тот факт, что ее избранник не имеет никакого отношения к творчеству. Их отношения продлились не больше двух лет. У Аллы есть дочка Анна. Отцом девочки по данным СМИ является артист Павел Кузьмин. Дорогие зрители, обязательно переходите и смотрите самые последние новости у нас на канале, вам точно будет интересно.